Яблони перешли в исчезающий мир Это грустно, это страшно, но это факт Значит, вот перед вами последние колонны Я оговорился, ну как, в кавычках, но еще немного В Сибири продаются колонны десятками, сотнями тысяч саженцев А как таковых колонн практически-то и нет Вот, и один из способов уничтожения колонн Это их уже продаются штамбами И, значит, уже оставание дерева, штамбы уже искалечены Ну и плюс, это болезнь такая, даже у колонн Где каждая веточка должна быть в ходу, в работе Делают полметровые штамбы А потом, да, загляните в эти, в интернет без меня увидите Фото колонны урожай, посмотрите Или все же, артель без, сто лет без урожая Так вот, кстати, когда вы видите яркие, красивые фотографии на колоннах Это не наши, это наши южные соседи Так вот, итак, колонны живы Оно тут затесалось слева Не смотрите, что она такая непрезентабельная Это вьюн ее сделал такое На самом деле, абсолютно здоровое дерево Так, колонна Последняя падает Уже заготовил семена Потому что нет числа желающих Нет им, так сказать, число им легион Те, кто хотят выращивать семян Пойдем дальше Почему? Значит, вокруг меня все практически деревья уничтожены Каждый сосед имел по десятку деревьев И продавал ведер от 100 до 200 яблок с купщиком По дешевке 50 рублей, 80 рублей Ведро Ну, все это, кстати, яблонька, но это вьюн Вьюн ее так некрасиво сделал Яблонька абсолютно здоровая Мы с вами будем искать больные яблони И колонна Вот Это Ну, короче, яблоня какая Не будем смотреть Вот, не будем смотреть Рядом с колонной подсадка была До плодоношения неинтересно Вот это единственная уцелевшая из Крыма Это все, что Крым дал нам А вы прописываете из Крыма Вы посмотрите, какие красивые у них У крымчан и у южно-русских Какие красивые каталоги Вот это, к слову Как видите, живо Поворачиваемся Вон там у меня растет Видите, желтеет Это уже нарядный эфим Ой, заговоришь Потому что я в последнее время нарядный эфим занимался Грушей Это белый налив Так Московская грушовка жива Так, ну это абрикосы Так, смотрим дальше Бывший питомник Железова Сергея Поэтому у нас такой вид неопрятный Все до кучи И картошка, и кабачки Места нет в Сибири Вот поэтому так теснимся Вот подходим к главному Яблонька Яблонька А вот, кстати, остатки питомника Видите, какие красивые груши Вот Кстати, нарядный эфим Вот Как видите, все живо И вот сейчас Так как на этой яблоньке первый Был довольно приличный урожай Мы с ней о ней подробнее поговорим Там у меня грушевый сад Тоже неплохо выглядит А, ну, насчет абрикосов Вы уже знаете Абрикосы Бродского Из кусочек посажены были Весна 15-го года Я не раз показывал Уже собран И вынужден сказать Потом забуду Эти половина ранее получились Ну, как ранее Заплодоносили А на эти все зеленые были А эти называю поздние Потому что последние были собраны Три-четыре дня назад И если приглядеться Ну, тут уже косили После Вон они, последние плоды до сих пор лежат На дереве, пожалуй, уже нет Но это к слову Потому что я решил так предлагать Покупайте косики Берите половину ранних Половину поздних Уже под один из заморозок не попадут Ладно, возвращаемся Не смотрите, что такие грустные деревья Это в юн-в юн Некогда было ухаживать Здесь тоже Итак, осмотрелись вокруг Груши Вот Яблони Снова яблони Яблони, яблони, яблони Яблони Так И вот таким кругом Мы сосредоточились на этой Почему о ней? Потому что она у меня Особая Соседа я брал веточку Как golden bellies Вот Они действительно Имеют такое свойство Golden Это значит Золотое Но Это не golden Вот Она такая вот Какое она по размеру Судите сами Вот это вот 400 грамм А у меня Попадались Это первый урожай В этом году все мелкое И получилось Как бы не измельчали Другой год будут крупнее Пока они вот такие Вот такие Вот такие Вон они прячутся В листве еще долго Висеть будут И наконец упавшие Посмотрим Внимательно Действительно Golden Хороши, да? Ну здесь 350 грамм Вот это Где-то Мелочь Для них Но это не golden Я их назвал На всякий случай Golden Клон железа Вот так спокойнее Чего-то я добился Значит Что мы имеем? Мы имеем пока Живой сад Умрет он или нет Я не знаю Вот почему не знаю Потому что Остановится ли Эпидемия Раз Остановится ли На каких-то Определенных Сортах Два Вот Пока она У соседей Косила Не у соседей Во всем регионе В Саиногорске Это центр Садоводства Сибири Я называю Неофициальный Незаконный Наука Об этом Сейчас не знает Вот И потом Псямино-Синская Котловина Вот Перебралась Или от них Пришло Или от нас К ним В Иркутской области Заболели деревья Вот Кемеровщане Первое Уже Похожая Башкирия Это уже Урал В общем Движемся туда Где Их уничтожают Сознательно То есть Там берется Вот такое дерево Какое нам С вами выбрать Да пусть Это же Да Вот И делается ему Штамп Уже рано Вот И я вынужден Был Отказаться От Вы слышали Громко было заявлено На вебинаре Посмотрите Какие приросты Каждый из них Для меня Мог бы дать 150 рублей Вот Видите Какие приросты Вот Я сказал Что Для сохранения Генофонда Эти деревья Резать не буду Тогда мне задают Вопрос Уже задавали Караул Мы же Нарастили Вы же насоветовали Мы же нарастили Этих самых Сеянцев Из диких яблонь Из ранеток Из полукультурных яблонь Из культурных Мы хотим Ваши Черенки Вот они кстати Больше чем По полметра Вин мешает Впечатлению Потому что Кажется Что-то не то На самом деле Абсолютно здоровые деревья Приросты Смотрите А абрикосы Еще два раза длиннее Так вот Что делать Сейчас Прямо не скажу Согласится Чернобаев Тоже художник Жил был художник Знаете Эту песню Но Художники Не самые богатые люди На миллион роз У него не хватило Денег Никогда Если согласится Значит буду продавать Его черенки Этих же самых Сортух У него такая же Роскошная Как у меня Голден Он так его и называет И каждый раз Мне говорят Константин Спасибо за Голден Но ты не прав Это не Голден Я уже Замучился Его слушать Ну в общем Поняли меня Да Вот сейчас Мы закончим Этот разговор Может еще будут Короткие Я посмотрю Как качество Получилось У меня что-то Случилось С фотоаппаратом Я не верен Что вообще Увидите этот фильм Кстати Еще Яблоки нашел А они никуда Попрятались А почему Знаете Потому что Уже Видимо После падения Мой Роскольник Косил Их Косил Косил Вот он Косил Да Это С подкосы Ну ничего Они пойдут На семена Ладно Покажу Сейчас Если вот так Вот Идти 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 У меня Появилось Много желающих Выращивайте Семен Причем Это не мое Направление Яблоки Семен Яблони Только Окультуренные Сибирки И Рунетки Одичавшие Я их так называю Включил Коталок И вдруг Бах Хотим Культурные Хотим Что я начал делать Смотрите Вот Прекрасные Плоды Которые Ну что Друзья Еще Что-нибудь Рассказать Вам Да Еще Два слова Буквально Чтобы Отдельный Фильм не Снимать Персики Попадаются Попадаются Абрикосы Попадают Абрикосы Будут Отсажены Персики Остаются Навсегда Вот Потому что Мне Вам Нужно Продавать Черенки Как Самых Морзостойких Персиков В мире Вот Ну и Кое-что Про персики Я еще Расскажу На вебинаре Там Проще Там Куча Фотографий А пока Любуемся Не Выдержал Решил Еще Оставить Вот Эта Вот Двухметровую Сливую Венгерку Тож Тебя Пылять Будет Так Тож Тебя Будет Опылять Уже Меня На 40 Сантиметров Ну Ладно Пока Все Друзья До Новой Встречи